Приветствую вас, Наташа. Развод – это всегда травма. И, в общем-то, совсем нормально, что вам не очень хорошо от того, что больше вы не будете своим людям. Если честно, я не думаю, что проблема в том, что вы на него срывались, вообще очень похоже на то, что человек просто искал повод, чтобы сам развестись. Потому что срывы из-за проблем на работе никак не могут привести к тому, что давай мы, значит, пять лет нашей совмежной жизни, да, просто-напросто пустим коту под хво. Вот, это так не работает, и, соответственно, мужчина, скорее всего, просто искал повод, его к вам уже не было давно, либо не не перекрывали того негатива, который был в ваших отношениях. То есть, нужно перестать вам связывать его вот то решение с тем, что вы на него срывались. Это первое. Второе. Значит, ну, я здесь поочередно беру моменты, да. Вы говорите, что он, все говорили, что он рядом со мной светился. Вот все говорили, здесь мы имеем место, мы имеем здесь в виду то, что для вас общественное мнение в той или иной степени значимо. Мы имеем здесь в виду то, что вам важно, как вы выглядите в глазах других людей. Вам важен, вам важен, очевидно, тот социальный статус ваш, который вы имели. И вообще-то нужно разобраться, кто этим все, и какое, собственно, вообще им дело до того, что происходит в вашей семье. Следующий момент. То, что он светился. Ну, вы знаете, человек, он вообще не лапа. Вот, и светиться он может, ну, максимум, там, вот, в период влюбленности. Да, в период страсти, в период влюбленности, это хорошо. Но, если он светится дальше, то речь идет, конечно, о слиянии. О слиянии с человеком, в таком болезненном симбиозе. И, то, что вы говорите, что мы вместе строили планы и т.д. и т.п. Это, вот, свидетельствует о том, что мы, то есть, нет вас, Наташа. Вот вы, Наташа, как таковая, да, вы, вас нет. Есть только мы, как семья. И, в общем-то, это растворение, оно ни к чему хорошему не приводит, потому что человек начинает относиться к другому человеку, как к самому себе, а это крайне подавляет. Вот, добавьте сюда, может быть, несущественную, но все же разницу в возрасте, который тоже может играть роль. Вот, и мы получим историю, в общем-то, достаточно созависимых отношений. По крайней мере, исходя из того, что вы написали. В первом сообщении я дальше не читал. Вот. Соответственно, о чем свидетельствует ваша реакция, да, о чем свидетельствует ваша реакция глобальная? Глобальная свидетельствует о том, что вы без своего мужа не видите смысла жить дальше. Вот. И для вас, вот, лично, лично для нас, жизнь, вообще-то говоря, не имеет никакого смысла. У вас нет ничего ценного, вот именно лично у вас, у вас нет того, ради чего хотелось бы жить. Вот. И, собственно, вот с этим моментом и нужно разобраться. То есть, мы, по сути, ускорили этот факт, что мужчина для вас, ваш муж был для вас костылем. Ваш муж для вас костыль. Этот костыль перестал быть костылем и пошел сам по себе. А вы без костыля начали хромать. Собственно, вот, что вы описываете, это, как раз таки, хромание. Ну, если честно, не хромание, а уже, там, прям, натуральное падение, но, тем не менее. Вот и нужно подумать, ради чего вы живете. Вот и нужно сконцентрироваться здесь, на себе. И, так сказать, себе причить, причины, по которым стоит жить, цели, ради которых стоит что-то сделать, и свою цену. Но это возможно, конечно же, только в процессе психотерапии. Поэтому то, что вы заложите в стационар лечить нервы, это, конечно, хорошо, но особой помощи без психотерапии вам это не даст. Поэтому, как из стационара выйдете, обращайтесь к любому из специалистов и, собственно, начинайте, начинайте заниматься психотерапией. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи. И надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.